В сентябре в Новом Уренгое открыли новую детскую поликлинику. Пятиэтажное здание оснастили новым передовым медицинским оборудованием. Внутри широкие коридоры, комфортные кабинеты. Сейчас мы увидим изнутри, как здесь все работает. Здравствуйте, Лариса Витальевна. Проведете нам экскурсию по новой поликлинике? Да, конечно. Начнем мы с изюминки нашей детской поликлиники. Бассейн предусмотрен для всех деток, которые нуждаются в гидрореабилитации. Сейчас мы пока планируем работать с детьми до трехлетнего возраста, те, которые действительно нуждаются в реабилитации. Это тяжелое поражение центральной нервной системы. Прежде всего, также детский церебральный паралич. У нас есть возможность даже заглянуть в раздевалку и душевую комнату. Пойдемте. Лариса Витальевна, расскажите, что здесь у нас предусмотрено для детей с ограниченными возможностями здоровья? Для таких деток оборудован душ полностью. Они могут заехать на инвалидном кресле, принять душ. Можно присесть. А вот это представление необходимо в случае, если у ребенка возникли какие-то сложности в процессе, он может вызвать медицинский персонал. В поликлинике есть специальные приборы, которые могут, например, изучать человека. Они могут сканировать органы и все остальное человеке могут рассказывать. Здесь, в кабинете физиотерапии, находится тот самый прибор, о котором нам рассказывал Сергей, да? Да. Расскажите, для чего он нужен? Этот аппарат магнитотерапия, особенность его в том, что это экстремально низкие частоты. Благодаря этому мы можем лечить там деток, ну, прямо вот с нулевого возраста. И для нормализации мышечного тонуса, и для восстановления после травм, и это и сколиозы. Наша следующая точка – кабинет лечебной физкультуры. Уже видно тот объем оборудования, который здесь предусмотрено. Расскажите, что это за оборудование и кому оно необходимо? Здесь оборудован зал лечебной физкультуры полностью механотерапевтическими роботизированными аппаратами, которые созданы для лечения различных видов патологий. Это и патология опорно-двигательного аппарата, это и патология центральной нервной системы, это и разработка суставов. Сейчас мы в том самом кабинете лечебной ванны, но по названию не совсем понятно, что нас здесь ожидает. Здесь нас ожидает шесть различных ванн и душ-виши. На душ-виши у нас пойдут детки подросткового возраста для снятия хронического стресса в условиях проживания севера. Дальше расположены шесть ванн, две ванны жемчужные, далее две гидромассажные ванны и одна укликислотная ванна. Сейчас мы находимся, пожалуй, в одной из самых приятных комнат в голокамере. Мы не просто так сейчас сняли свои маски, потому что в этой комнате важно дышать той солью, которая поступает. Она поступает даже сейчас во время нашего интервью. Вот чем полезно это? Это очень хорошо укрепляет иммунитет местных слизистых, укрепляет общий иммунитет, обладает положительным влиянием на развитие всей бронхолегочной системы. Каждый кабинет вызывает удивление и восторг. Сейчас, например, я нахожусь в доме совы, представляете? Здесь специалисты работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Дети познают свои возможности, тело своего, двигательную активность развивают, познают окружающими. Здесь, в кабинете электросветолечения, мы наблюдаем кушетки и необычные приборы. Для чего они нам нужны? Это кабинет достаточно большой. Тут проводятся электрические процедуры, электропореза, ампликурс терапии, интерференционные токи у нас, диодинамические токи и также светолечение. Это лечение ультрафиолетовой лампой общие процедуры и местные процедуры лечения коротковолномы ультрафиолетом. Объем помощи по медицинской реабилитации, конечно, стал значительно шире. Мы готовы охватить большее количество детей нашей помощью. Спасибо, что дали нам возможность увидеть все изнутри. Мы показали далеко не все кабинеты отделения медицинской реабилитации, но самые удивительные из них мы для вас открыли. Милана Федорова, Павел Михайловский, информационный агентство «Импульс Севера». Продолжение следует...